ДИЖЕЙ и что это впервые, впервые в принципе как проект. И я думаю что нам будет о чем поговорить, об интересных проектах которые мы сделали там, и совместно, и совместно с клубом «Москвич» И то чем мы занимаемся последние, последние 5-8 лет Хорошо, расскажи, пожалуйста, о той музыке, которая когда-то повлияла на тебя Может, ты назовешь какие-то имена, лейблы Просто интересно, что сформировало твой музыкальный вкус Если переходить на имена, да, Дамбэйр Которая следует своему креду, да, Скандинавия Это, конечно, Sven Pat То есть это люди, которые всегда, ну, во-первых, конечно, они стояли у стоков С одной стороны, являются законодателями тенденции С другой стороны, да, есть много также и молодых артистов нашего поколения То есть относительно тех, да, относительно тех взрослых ребят, которых мы, ну, как бы, можем часто слушать worldwide Вот есть, да, и много наших современников, которые также являются, имеют свой стержень Ну, и если посмотреть на тех людей, которых мы издавали у себя, ну, в основном мы издавали своих современников Вот То, ну, мне кажется, что как минимум 80% этих артистов, если не у 100%, да, окей, 80% Есть свое собственное я Эти люди, как правило, делают то, что, то, кем они являются Ну, и они не пряшут от тенденции к тенденциям Но в то же время остаются конъюнктурными Расскажи, пожалуйста, какой сетап ты используешь во время своих выступлений Ну, здесь не стоит принципиальный вопрос, что вот так и никак иначе Так сложилось, и я себя так вижу С точки зрения психоакустики, человеческому уку И более естественно воспринимать звук, который уже приобрел некую амплитудно-частотную окраску То есть, либо искажение амплитудно-частотное Вот, пластинка дает такие искажения А что касается, допустим, цифры, то, ну да, там звук кристально чист Что для нашего уха не есть естественным Вот, поэтому, да, уху комфортнее чувствовать То, что звучит в аналогном формате Несмотря на то, что он изначально был сделан в цифре Вот, но в то же время уху это понятнее Вот, да, можно работать с железками которыми С помощью которых можно делать живые выступления, лайвы И да, на оконечном тракте можно вешать, ну скажем, лампу Вот, которые тоже будут переносить похожие Ну, либо очень близки к тем искажениям, которые делает винил Вот, это тоже, как может быть, как вариант или выход из положения Хотя я очень много знаю артистов, которые так делают Например, F-Jack Вот мы выступали не до полгода назад вместе И там было видно, что ребята просто на оконечнике у себя вешали студийное оборудование Которое, ну, как бы, самого... То есть это не диджейское оборудование Это студийное оборудование Оно граничит с уровнем хай-энд Вот, и, соответственно, да, можно достичь То есть они делают это специально Чтобы, да, они поскольку играют своих рук С электроном В основном у них был сетап построен на электрон Мощендрам, октатрек И был аналог фор И все из новых модификаций По-моему, только машендрам черная была Вот, и они умышленно это делают Для того, чтобы немного перевосказить Чтобы уху было комфортнее Расскажи, пожалуйста, о своем лейбле артреформа Кто им вообще сегодня занимается Какие имена вы издаете Вот, ну и вообще все подробности Очень интересно Ну, в общем, пластинка, которая в печати В данный момент Это дуэт Итальянский дуэт Luminere Это второй релиз уже на нашем лейбле Могу сказать Ну, как бы, может быть объективно, не объективно Лично мое субъективное мнение Это очень рабочая, очень Ну, хотите, если хотите, интеллектуальная музыка Но в то же время, которая заставляет двигаться То есть там спольная музыка Но, которую, возможно, также слушать Ну, и раскрою карты с очень Как бы, может быть, менее В общем, все таким же рабочим саудом От Силат Бекси Это будет релиз под номером 38 Вот, и, собственно говоря, последние лет 6, наверное Было понятно, кто этим занимается Это был мой коллега Григорий Фатьянов Вот сейчас он перешел заниматься проектом мастерская Вот, и, ну, Арт Рефорг сейчас со своей командой работает И помогает ему в этом Также пиар-агентство Много Воды Ну, и свой коллектив Который вот сейчас у нас есть Ну, вот как-то так Как ты считаешь, вот все сейчас в один голос говорят Об эпохе стриминг-сервисов, да? То есть, как ты думаешь, это меняет слушателя сегодняшнего И меняет ли музыкальный бизнес в целом? Ты наблюдаешь какие-то тенденции? Кром, я бы так сказал бы, что стриминг-сервисы Ну, короче говоря, это уже вчерашняя тема Вот, но хотя сегодня это то, что стоит nowadays Стриминг, естественно, только положительно влияет на проявление и узнаваемость музыки Ну, обычному слушателю, по большому счету, ему удобно, когда все в кармане То есть, все в одной руке, у тебя есть вся твоя private life Это правда удобно, и стриминг, он must have И также, помимо того, что это удобно слушателю Конечно, это большой инфлюемент для бизнеса Это большой, как бы, большой бенефит для артистов И для участников вообще всего шоу-бизнеса Потому что благодаря стриминг-сервису Эти ресурсы научили пользователей легально пользоваться контентом Да, легально покупать музыку И отдавать роялти тем артистам Тем продюсерам, которые потратили свое время и сделали эту музыку То есть, ну, это очень круто И спасибо плохим людям, как Steve Jobs с Apple Music И Spotify, которые сейчас находятся с нами и держат этот рынок Можешь ли ты назвать каких-то артистов или лейблы, имена, да Которые сегодня, ну, скажем так, тебя вот в последнее время особенно впечатлили Ты такой, вау, сказал бы Вот эта музыка нечто новое, новаторское, да Может быть, это будет какой-нибудь фестиваль или ночной клуб Выступление где-то было твое Ну, в общем, твое музыкальное впечатление Которое тебя действительно восхитило и поразило за последнее время Ну, мне очень понравилось то, что сделали на острове в прошлом году, в 2019 году Айфджек Это дуэт двух парней Слаженность саунда, построение их лайф-выступления Ну и в целом то, как сделаны аранжировки Аранжировки сделаны круто Вот, и в целом рабочий музон, который играется живьем Очень положительно, и мне это все очень понравилось Я могу отметить украинскую сцену Это просто с каждым годом это мощнейший бум Который постоянно пробивает worldwide сцены и стены и сцены И заявляет о себе То есть наших артистов знают, их слышат, их воспринимают Ну вот мы и делали на самом деле лейбл И я ни в коем случае не причисляю, допустим, себя к тем, кто Либо нашу команду к тем, кто Способствовал развитию, допустим, музыки, электронной сцены Украины И ее представление вообще в мире в целом Но так или иначе мы изначально строили лейбл для себя, чтобы выпускать в первую очередь украинских артистов Вместе с дуэтом, в ремиксах, как угодно В любых видах коллабораций worldwide артистов Неважно откуда они, да, уже там как бы в точке этой коллаборации происходит Рождается что-то новое Новое для самого артиста, который, ну, мейном заявлен на пластинке И для того артиста, который делает либо ремикс, либо это там совместная работа в студии Вот, это всегда интересно Это по-новому открывает и артиста, и ремиксера, да Вот, это наша, как бы, основная идея, которую мы несем в нашем лейбле Ну, и, как бы, творчество, соответственно, говорит само за себя название импринта Вот, ну, могу сказать одно, что мы только на лейбле артистов не останавливаемся Идем дальше, и есть, ну, они уже есть, релизы саб-импринтов О которых мы просто сейчас не рассказываем, но они есть в продаже И точно так же покупаются Хорошо, давай поговорим о пластинках, которые сегодня будут презентоваться на вечеринке в Москве Расскажи, пожалуйста, мне Антон рассказал, что ты очень много способствовал выпуску пластинок Нас интересуют все детали То есть, как происходил мастеринг, какой тираж пластинок Ну, и, конечно же, о той музыке, которая здесь представлена Ну, история классическая, с одной стороны С другой стороны, нестандартная Босс этого замечательного места, москвич бар, Антон слепой, звонит Либо пишет, уже не помню Говорит, вот я хотел бы, вот у нас Infinity, у нас вот такой день рождения Я хотел бы нашим гостям и, в принципе, тем людям, которые у нас когда-либо бывали, сделать вот что-то особенно необычное Я думаю, вот хочу пластинку подарить Я говорю, замечательно, значит, туда нужна музыка То есть, Антон сначала подумал, я хочу пластинку, а в музыке как-то не подумалось Да, в музыке, я говорю, значит, туда нужна музыка Ну, я сразу заслал то, что было готово у меня Потом, на самом деле, попал другой трек Вот, и сразу предложил, говорю, Антон, у тебя был Вот пол артистов, давай выберем, кто у тебя был Пусть ребята, да, пусть ребята предложат свои работы И, соответственно, мы их напечатаем быстро Достаточно сделаем вот такой продукт Вот, в результате, не знаю, на камеру покажем У нас вот, да, да, вот у нас получился такой вот Variation Artist, да, Variation Artist из четырех Да, из четырех артистов Вот, и здесь Кристиан Бурдхат, Антон Копиков и Кирилл Кирик Вот, оригиналы, ну, они не подопечные, на самом деле То есть, они, да, издавались все у нас, все трое издавались у нас Вот, но, тем не менее, все эти ребята, они очень мощные Они самодостаточные, в этом была и фишка, чтобы взять самодостаточных единиц И напечатать их на одном сборнике Вот, соответственно, мы взяли их музыку и делали мастеринг уже Сразу же следующий этап Делали мастеринг на студии, где мы все время практически все делаем релизы для Art Reform LH Audio Это мощные знатоки электронной сцены, которые рука об руку провели долгое время И делали большой технический вклад в производство лейбла Кокун в том числе И многих других лейблов в то же время Это есть такой Оливер Лип Вот, и... В общем, двое ребят там работают Вот, один из них занимается мастером, Оливер Вот, и второй, Джоер, занимается непосредственно нарезкой на свой станок Вот, собственно, мастеринг и лаки мы делаем в одном месте Это LH Audio Очень нравится, как звучит после них продукт, очень нравится винил, как после их мастер лаков И, соответственно, мы там сделали, и это заняло совсем немного времени Ты частый, но всегда долгожданный гость в москвич-баре Расскажи, пожалуйста, чем тебе особенно приятно играть на этой площадке? Что тебе запоминается и всякий раз какие ты испытываешь впечатления здесь? Ром, все диджей любят небольшие бары Публика А это другая история В москвичке, конечно, теплая публика всегда, она ждет, всегда понимает музыку И этим москвич отличается от многих других баров, может быть, небольших клубов О том, что тем, что босс места сам очень сильно любит эту музыку Вот, поэтому вот эта вот консолидация вот таких вот сил и энергии Дает возможность постоянно из выходных в выходных сделать здесь праздник Наш подкаст проходит при непосредственном участии про диджей школы И при помощи про диджей магазина Вот, то есть по-любому наше видео будут смотреть наши ученики Дай свое напутствие тем, кто сегодня делает первые шаги в написании музыки Возможно, становится диджеем Очень важно получить от профессионала действительно какие-то ценные советы Как-то мы собрались в студии Еще на Павловской, в общем, первая студия наша была Собрались с хозяином лейбла В общем, сейчас не смогу вспомнить быстро Он мне сказал, говорит, для того, чтобы хорошо себя чувствовать Ну, не на маркете, а чтобы повышать свои скиллы Нужно два крыла То есть two wins Нужно крыло, которое отвечает за продакшн И крыло, которое отвечает за диджеинг Сложно написать музыку для диджеев, не являясь таковым Точно так же, играя только чужую музыку В принципе, ну, ты доходишь до пиковой точки Да, ты супер можешь мастерски сводить, компилировать Ну, в конце концов, быть харизматичным Вот, но продакшн подтолкнет такого талантливого мастера и артиста дальше И вот глубина этого, скажем так, развития Ну, она граничит с бесконечностью Поэтому, конечно, здесь нужно заниматься им Стараться играть, чтобы, ну, как можно чаще Чтобы быть в форме Вот, и познавать знания звукоинженерии Потому что звукоинженерия, это в чистом виде Музыкальная тема и образование И физика, и звукоинженерия Поэтому, наверное, звукоинженерия больше Потому что в написании музыки Не только электронной музыки В 80% это не в технических вопросах То есть это техника, это какие-то приемы Это всегда мышка и клавиатура И только 20% у тебя клавиши Где ты наносишь свои эскизы, свои мысли Идеи превращаешь в те темвры, которые Уже понимаешь, как их сделать Вот, поэтому Да, это физика, да, здесь нужно учиться И да, здесь нужно самообразовываться Для того, чтобы в конце концов твой продукт звучал На том уровне, который от того требует индустрия И последний вопрос Он скорее более личного характера Я очень люблю фортепианную музыку И смотрю, как ты периодически выставляешь stories Где ты играешь на фортепиано Как ты считаешь Сегодняшним, ну не сегодняшним, вообще Музыканту электронному Важно знать нотные азы Или достаточно просто знать Какие-то проги, софты и так далее Есть люди, которые пишут музыку без знания Музыкальной грамоты И таких, ну много Но поверь, люди, которые Хотя бы есть базовое Ну базовое понимание Либо, допустим, не с детства А уже в зрелом возрасте Которые выучили эту грамоту Ну в результате у них музыка Становится музыкой Спасибо тебе большое за интервью Было очень увлекательно И ждем тебя за пультом Спасибо, очень приятно Спасибо, москвич И с днем рождения И с выходом первой пластинки